В Беларуси внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия. Для увеличения объема в продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых в настоящее время не учитывается при образовании стоимости. После вступления указан номер 383. В силу все надбавки будут применяться к отпускным тарифам организации изготовителей. 140-миллионную тонну черного золота добыли белорусские специалисты. Знаковая цифра совпала с 55-летием Беларуснефти. В феврале 1966-го был подписан приказ о создании предприятия. А уже спустя год преодолели первую шестизначную отметку. Благодаря современным технологиям отечественным профессионалам удается добывать так называемую «трудную нефть». Сейчас в стране разрабатываются 64 месторождения. Все они расположены в пределах Припятского прогиба. «Красный крест» запустил проект «Ваша допомога». Одиноких пожилых людей в стране около 160 тысяч. Сотрудники и волонтеры уделят им особое внимание. Помогут в быту, приобретут продукты и средства гигиены. Обучат первой помощи. Все желающие могут внести свой вклад. Реализация программы планируется до 5 декабря. Сегодня в Беларуси отмечается День архивиста. 6 октября 2000-го эта дата превратилась в профессиональный праздник. В стране организовано 169 подведомственных организаций. В хранилищах находится более 12 миллионов документов. Можно найти информацию об истории, материальной и духовной культуре белорусского народа. В Бобруйске планируется общественное обсуждение проекта «Озеленение местности». В городском исполнительном комитете с 13 октября по 15 ноября сотрудники отдела архитектуры и градостроительства будут принимать предложения как от юридических, так и физических мест и их объединений. Более подробную информацию можно узнать на сайте организатора. Продолжение следует...